Советские зрители навсегда запомнили птицу Феникс из Садко, томную герцогиню из Дон Кихота и коварную Анидак из Королевства Кривых Зеркал. Редкая красавица Лидия Вертинская часто получала предложение сниматься в кино. Однако культовыми актрисами стали ее дочки Анастасия и Марианна. А сама Лидия большую часть своей жизни посвятила живописи. Она окончила Московский художественный институт имени Сурикова, факультет театральной декорационной живописи. Работала художником на графическом комбинате, участвовала в выставках, вступила в Союз художников. Выставка получилась небольшая, но очень симпатичная, потому что представлено здесь творчество неожиданного для всех художника Лидии Владимировны Вертинской, жены и музы знаменитого русского певца Шансанья Александра Вертинского. Она закончила Суриковский институт по настоянию мужа, который хотел, чтобы после его ухода из жизни, а он был на 35 лет старше жены и понимал, что поднимать детей придется Лидии. А он хотел, чтобы она получила ремесло, чтобы у нее в руках была профессия, которая бы кормила. Ее декоративные пейзажи и яркие натюрморты в технике цветной литогравюры охотно раскупались в художественных салонах. Я почитала воспоминания дочерей о Лидии Владимировне и впечатлилась и историей любви этих двух людей, хотя казалось бы, да, такая разница в возрасте. Не случайно, наверное, Александр Николаевич потом называл себя кавказским пленником, потому что он пленился ее совершенно необычной красотой, но, видимо, и не только красотой, а и какими-то человеческими качествами. Выйдя замуж за русского певца Шансанье, кумира миллионов Александра Вертинского, овдовела Лидия Рана. Она пережила супруга на 56 лет, но хранила эти годы верность его памяти. Ей было 90, когда она скончалась под его песню «Ваши пальцы пахнут ладаном». В память об их любви вышел телесериал «Вертинский». Идею проекта предложили дочери художницы, как и идею вот этой выставки. Эстампы Лидии Вертинской предоставлены коллекционерам из Германии. Всего на выставке рязанские зрители увидят 45 литогравюр 60-х-80-х годов прошлого века. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова